А это все равно неверно. Кто он и кто император, в конце концов. Все верно говорит. Он сейчас договорится, синевик. Ладно, собрались. Ди Шепард говорит, Михаил, доброе утро, подскажи, как все не будет. Завтра. Завтра. Если серьезно, матчи, ну, во-первых, отсеялись не то, чтобы даже статисты в прошлой групповой стадии отлетели. Отлетело много даже хороших игроков. Больше всего, конечно, жалко Лина. И Хантеры, которые несколько не дотягивают до уровня. Нестабильный Лайф тоже отлетел. Сейчас осталось в два раза меньше человек. Восемь всего. Оставки повышаются. Короче, я все это говорю к тому, что качество игр должно возрасти заметно. А, инфи же еще отлетел. Вообще. Вот еще отличный пример. Так. Да, Ютуб, говорит, упал уже в который раз. МК первым героем. Локальная запись, на всякий случай, я убедился, делается. Ладно, Ютубе в любом случае записи набирают больше просмотров. Хотя он онлайн довольно высокий, но я с этим сделать не могу ничего. То есть он падает и все. Да, да. Шизл, он поддержал ваш канал. Да хорош. Спасибо большое. Спасибо за стримы. Собака, доллар, циркум. Циркумфляг. Просыпаемся потихонечку. Аккалит крайне опасен. Буду досмотреть записи. Да. Не, он хотел, чтобы Аккалит здесь оказался, потому что... Вы помните, как много всего может сделать Аккалит? Выманивать там Мурлоков каких-нибудь для сеточки. Пытаться добивать юнитов. Турин, да я понял. В любом случае, я не знаю, как это поправить сейчас. Да, Аккалит может надонатить 200к на поездку. Так что там... Ммм, вампиризм выпадает. На старте хорош. На самом деле, вампиризм на старте футменам и Маутан Кингу может помочь. В регулярном криппинге, тем более, насколько я помню, именно артефакт повысили по эффективности с 15 до 20%. Вампире Каура. До сих пор не знаю, исходя из какой логики это сделали. Ну и, конечно же, это будет экспант. Во-первых, мы видим, что нет Т2, достраиваются рабочие. Отстроилась только что ферма на лагере наемников для оперативной закупки нейтралов. Вообще, это хорошая тема. Отбивается от скелетика и побежал крепить экспант. Почти третий МК. Там только первый финт выходит к ДК. ДК, правда, умудряется второй уровень каким-то макаром. Там закрепил одну зелененькую точку со скелетами, сейчас верхнюю добивает. И вот уже ДК с сентривардами, которые он поставил. Он знает, что он пошел сам ставить экспант или что? Прикольно. Неожиданно. То есть большинство андедов в такой ситуации, он знает прекрасно тайминг. Он знал, скорее всего, что будет экспант по первым же признакам, по первому же МК и прочее. И не пошел харасить. Харасить опасно, безусловно. Потому что умирает там один тролль, получается третий МК, и все, уже вторые молотки. Харасить там особо не получится. Но оставлять... А, слушайте, там второй клэп, судя по урону. Там второй клэп? Да какое? Все, скролл за бист. Я понял. По урону вроде был второй клэп. Привет, Хундрот. Хундрот! Ки-джи. Короче, в сумме мы получаем... Мы получаем вообще халявный крепинг Маутан Кинга и халявный экспант. Ну, 120-й просто смирится с этим, принимает... Ну, разве так можно? Сейчас же МК будет четвертого уровня с такими артефактами дикими. Не дай бог, сейчас ему мана какая-нибудь выпадет. Большой бутылек маны. Ну? Нет, два скролла за биста. Продает один, второй пока не продал. Не везет с артефактами. Любой вообще, любой другой эти... Худший артефакт выпал. Так, пошла магическая вышка, доделась почти. А тут большой... Тут камень жизни у нас, камень жизни. Ну, пошел Харас, назовем его так. МК четвертый. На кого он здесь собирается убивать? Не, собирается, слушайте. Видимо, Койл будет тратить. Лечевка выходит. Клэп. Бах. Да он ждал, когда кинет Койл. Оооо, вот это... Ну, это дорого, конечно, на финда. Очень дорого. Ну, он видел, что не успевает до Койла добить. Ай. А, он перебил. Я думал, до МК достал. Но нет. Ну, почему вышку недоконтроливает на самом деле сейчас Чимико? Ну, где, где полечу? Стрельба, алло. Это что такое? Крайне странно контролит он там. Видимо, не контролит. Перенацелен, наконец, на деку. Да он мог и раньше по Личу стрелять, потом еще Лич стоял спокойно. Он отстреливал сначала финда, потом переключился на скелеты. Очень странный. А, слушайте, может быть, там второго героя пока еще нет, но... Так, молоточек. Так, подставляется один приз. Кров за бист. Может, деку тогда? Деку можно было оставить на... Ой, големчик со слоу. Жалко. Пытался добить с клэпом, не получается. Просветка хорошо. Но финды живут, конечно, очень долго под фрост армором. Мана закончилась у ОМК, и все делать нечего больше. Блин, еще минус тролль. Нет, судя по всему, игра хоть и пассивна, ну, то есть агрессия Харас от 120-го, в отличие от аналогичных игр у Хэппи, помните, шла, но это его устраивало. Там уже Т3, рейнджерку взяли, рифло будем строить, видимо, массовыми. Ясно. Так все, план. По крайней мере, так кажется пока что. Ну, есть, конечно, надежда на 5-го ОМКу. Хорошее количество рифленых против некачественного леча, это... Да и рейнджерка тоже не совсем подходящий герой. Да, да, да. Сейчас будет Крипджек, кстати. Очень неудачный момент. Да какое? Не-не-не, ему уже... Сейчас ему уже лес не нужен. Он уже построил все, что хотел. Что там выпало? Что выпало? Ба-а-а, камень маны. Хорошо, на этот раз повезло. На самом деле, может быть, была ставка как раз на... На то, что выпадет что-то хорошее из двух магазинов. Но ему максимально не повезло. Чимико максимально не повезло на эти два Скорлоза Биста. Ну и делаются первые рифлы, я уверен, уже. 54 лимита у Чимико, но этот лимит не очень качественный. То есть он должен... О, вот Бладмейдж, я как раз думал, что вторым героем-то можно взять кого-то пополезней. Но явно не архмак какого-то, что элементали здесь не нужны. Вместо ауры можно взять... Ой, жалко, конечно, тролли. Заливка маны, естественно, для одного героя эффективней. Гораздо. Ну и плюс есть возможность сделать какой-нибудь баниш на втором уровне. Инвул пошел. Ой, не успеет он доделать вышку. Столько, столько скелетов, посмотрите. Не, не сможет. Слишком поздно подходит, к сожалению. Башня должна упасть. Пошла атака. Клэп. Молоточек. Сайленс хороший на деку. Клэп. Рифлы идут. Переста пытается отстрелить нового. Неплохо. Надо прожрать камень. Прожирает камень. Минус спинт. Ой, тоже 120-й, конечно, шикарно контролит. Тут уже не очень хочется сражаться. Клэп, молоток. Высасывает ману у деки. Все, уже без мана мы. Заливаем. Да, с Бладмейджем как раз. Заливаем еще на два молотка. Штампуются рифлы. Делается диспл для престов. 56-54. Не, ну, все равно игра... Игра в пользу 120-го складывается. Время работает не на него, но он время-то и не теряет. То есть он перегруппируется исключительно для того, чтобы чуть-чуть восполнить ману и получить третий левел Личум. Потому что вторая нова против такой связки. Это страшно. Плюс 12 когти выпадают Личум. Зачем молоток в тележку или мисклик? На тележку не действуют сейчас молотки. Но они действовали. Где-то лет 12 назад. Ну, сейчас нет. А, Крипджек, да? Хочет пятый левел получить. А что, он не пошел запирать? Райфл. Так он же видел. Может, видел, да? Или не видел? Я понимаю, что ночь, но, вроде, тележка была достаточно близко. Короче, начинается сражение. Судя по всему, последнее высасывает ману Лича. Хороший молоток. Хороший клэп. Очень хороший клэп. Очень. Ополченцы сзади подходят. Телепортируют 120-й. Вот так. Опять же, лимиты сопоставимы, понимаете? Проверяет на всякий случай Чимико экспанд. Экспанда нет. Может поставить вообще изи. Эксп сейчас 120-й. Но... Отбился в той ситуации... Ох, рунные браслеты, прекрасно. Да. Там ставка во многом будет в определенный момент на то, что... Ну, на молоток опять в деку. А тут сокращение еще магического урона на треть. А, блин, я забыл. Андеджи слева эксп ставил, когда еще крикал. Я что-то... Простите, друзья, простите. Не проснулся. Косяк. Непонятно кем... То есть нужно отправлять рифлов, чтобы отбиваться от харасса-дестройеров. Нет, тут, конечно, крайне сложно выиграть уже. Естественно. МК вышел... Очень хороший Клэп опять сделал по всем юнитам. Сайлэнс, Синвул, Клэп... Оооо... Так а лича можно убить? А, у него... Ему кажется передан... Да, минус лич. Иииии... вот это уже поворот. Это уже поворот. Внезапно минус 20 лимита. Что? И дестройер отдался к каким-то макарам на рифле. Что? Там было два дестра, один с трудом улетел. Вот тебе и 120-й. Нафига лечить этого Финда одного из многих? То есть настолько очевидно, блин, было, что следующий молоток в случае, если ты тратишь Койл, летит в Лича. Вот даже мы с вами сидим сонные, говорим, сейчас вот Лич умрет. И он через несколько секунд умирает. Ну просто потому что Койл в КД. Зачем ты его кидаешь в Финда? Да, у Хэппи такой страты точно не было. Но Экспанд работает. Экспанд работает, и я что-то не наблюдаю у Чимика нормальной разведки. Хотя он туда должен просто прийти просто по регулярному маршруту. То есть пойти, посмотреть, не докреплена ли точка. Понятное дело, что он высматривал артефакты. Да, всё, увидел Эксп. Сейчас реальные шансы у Чимика на победу. Реальные. Да, он хочет просто так же отлично с Клэпом зайти, как в прошлый раз. Один купил ДК. Вот почему... Конечно. 70 лимита на 58. Скелеты воюют с рабочими. Ох, Клэп опять хороший. Молоток в ДК. Прист танкует, ну и... Ну смотрим. Здесь, кстати, Лич опять может умереть. Ну! Ну! А-а-а, всё равно может умереть. А, у неё инвульчик есть. Ещё один Клэп. Инвул. Ну, лимит хороший, на самом деле. Хотя там маны уже мало. Падает. А-а-а, и свиток шикарный. О-о-о, и минус Финт. А там же... Там второй Дрейн, скорее всего. А почему он Аболиш не делал? Такой вопрос. Или делал Аболиш, но я не заметил. Потому что дно. Но он должен за это... Да ладно, мана! Клэп! Шикарно! МК ещё под эвэйдженом с кольцом защиты. ДК, постой! Минус Рейнджика будет сейчас. Ну конечно. Да ладно! Ушла! На 18 хитах! А ДК как? Как ДК? Настроение у него как? Э-э-э. Да, ушёл ДК. Блин, ну близко. МК-герой. Ставка на него. На второй Клэп. Но всё ровненько было со двадцатого до момента, когда он 20 лимита не слил. Ну... Может быть даже зас... А, да, точно. Паладин же там третий появился. Вот это значительно проще будет. Главное его доконтраливать. Только сейчас обратил внимание на то, что с красной точки Чаймика выпала аура Таурена. Паладин не стоит. Такая правда. Рунные браслеты продал ДК. Ооооооо! Тооооо, а это что за? Что за стратегий? А что? Зачем? Ё-моё У него так или иначе две базы работают Он продает ключевой артефакт Вообще против главного героя Очень важна здесь позиция Свитков нет сейчас Вот это самая большая проблема А, уже Inner Fire Дестер промахивается Silence Ой, опасно Ой, опасно Передавай бутылек Передавай бутылек Молоток Надо Молоток Да Какой херокил А где рульные брасли Не ставь такое Вот это игра Все, тут никто не уйдет уже Что это? Что? Что? Что с лицом 120-й? Блин А может быть, что Чаймика просто околит Он послушал, что за ерес нес 120-й И решил, блин, за императора Чаймика очень хорош Ну, конечно Переломный момент был именно тогда, когда Фатально ошибся 120-й Просто Вроде все шло ровненько Герои крепились Он постоянно кого-то подрезал Лимиты сопоставимы были, понимаете? Лимиты сопоставимы Нычка достраивается Все прекрасно И тут, хопа Исчезает лич Где-то 2-3 финда И обоминейшн Просто минус 20 лимита Здрасте Очень сложно контрить Маутен Кинга, который инициирует Ну, конечно, можно шейду построить И ходить Это так, 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 так Что у нас за завтрак было? Да, печенька и кофе допиваю. Привет, Лётч. Привет. Да, Филбот. 120-й так, немножко приуныл. Интересно, кого он имел в виду, что некоторые игроки молодые тоже хорошо себя показали в интервьюшке до тех пор, пока они не встретятся с ним. Вопрос, Чаймик это тоже вроде молод? Может, он вот таким вот образом дерзил своему оппоненту? Тяж старый. Сок, наверное, тоже сравнительно молодой. Фокус, Мун, Ла Лайт. Ну, Ла Лайт помоложе из всех, но он все равно там... Да, он вполне вероятно о Чаймико говорил. Сколько Чаймико лет? 25. Нет, уже. Почему без вебки? Так мы же делаем... Ре-стрим. Это что? Да, Лакки стилет, стайл от... Повторюсь, ему с магазинами совсем не повезло. Даже высасывание было бы лучше. Инвол пригодился бы, бутылек жизни пригодился, бутылек маны. Ему два скрылла в забисты выпадает в центр. Лайф молодой. Лайф отлетел уже все. Тойдер, привет. Будет смешно, если 120 из такой группы не выйдет. Группа непростая. То есть, если он, не дай бог, проигрывает Чаймико, помня игру Тиаши, помня игру Суока, не против Андейдов, потому что мы не видели, кажется, с... Не, наверняка были какие-то матчи против Андейда, но запоминающиеся были другие. Я бы сказал, что Чаймико из этих трех Хуменов, он самый слабенький. Ну так, если можно вообще сказать, применить к такой стадии, к таким игрокам вообще с... Чаймико самый креативный. Это точно, потому что... МК на такой карте, в таком стиле, это неожиданно. Слабенький, слабенький, так и запишу. Эй, слышишь? Слабенький, слабенький. Слабенький, слабенький. Чаймико. МК на такой карте, хоть и в начале дали поразвиваться, но следующие пять минут... Он терпел. Он прям терпел-терпел. Ну, вплоть до того самого момента, когда... когда 120-й решил полечить Финда. Ну, здесь Архмак. Здесь вообще сложновато нычку поставить. Даже Саймом сложно поставить нычку. Да. Да и бежать здесь, насколько я понимаю, ближе, чем на Last Refuge. Тоже вроде как бы маленькая карта, дуэльная карта. Но там, по крайней мере, тебе ландшафт еще мешает по центру. Ну, по прямой ты не добегаешь. Чаще всего. А что не МК? Ну, сложно его крипить. И сложно ставить эксп. Вспоминают игру Happy на этой карте. Он вообще ни одного нейтрала не убил. Ну, у него челлендж был. Мы уже штили по этому поводу. 300 рублей заплатили, чтобы не крипился. Вот, и он всех своих героев трех крипил на Альянс. Ну, псих. Просто псих. Четкий криппинг. Не самые лучшие артефакты. Особенно впечатлило в конце забегания ДК под пятого МК. Ну, ему хотелось убить. Он мог теоретически убить. Он хотел Бладмейджа забрать. Потому что тот очень опасен. Заливки своей. Не совсем я понял, почему уронные браслеты продал. Это тоже большой вообще вопрос. Понятно, что молоток кидается в разных героев, а тебе... Ну, хотя бы ключевому оставить. Хотя бы ДК оставить. Минус рабочий. Т2. Слушайте, здесь очень сложно отбиваться-то будет. Потому что рабочие уже так озадачились. Возвращается потихонечку АМ. Вынужденным. Распределяет дамаг по скелетам. Красиво. Но приходит Архмаг, добивает сразу одного скелета, второго скелета. А ему там до третьего уровня не так много осталось. Да, Мила нет. Мил нужен. Короче, Чаймико что-то дико экономит. Прям очень дико. На что непонятно. И оправдан ли этот риск, тоже хрен его знает. Потому что он уже потерял... Ну, хотя потерял всего одного рабочего. Но... Но с лесом у него уже проблема. Наконец-то второй уровень получает ДК. Колечко. Архмаг третий, но непонятно, зачем он сюда пришел. Просто харасит. А, он... Две задачи решает. Он... Возможно, кого-то здесь подрежет. Самое главное, отдельно крепится своими войсками. То есть гарантирует, что ДК не выбежит из темноты. Ты мой самый лучший фан от горлов. Я... 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 Это не опция в ближайшее время, из-за того, что леса фатально не хватает. Но играть, блин, в Т2, рифлы кастеры, в эту классику... Не знаю. Опять начнется потеря по юниту. От фокуса от Койла от Новы. Отвратительный артефакт. Передал красиво... В серклетку перчатки и, кажется, даже ботинки. Хороший криппинг. Большой наволу Амки собирает нычку. Мне кажется, что он все-таки планировал делать экспант, но к этому моменту думал, что у него будет больше леса. Харас внес свои коррективы. И причем не какой-то жесткий Харас, просто прибежал ДК с скелетой. Не просто передал, а красиво передал. Да, черешит. Я думаю, что Ши-Олл, кстати, здесь может... О-о-о-о... Это ГГ. Это с очень высокой вероятностью ГГ. О-о-о-о! Но какого хрена бегает Архмагом через Нейтг-10 Телепорта? Тебя могут там и убить А, там телепорт на телепорт Она сейчас пожалел на самом деле 120-й Что? У-у-у У него даже лимита чуть больше Ладно Ну там понятно, что Т3, там Армы не было, бла-бла-бла И что сейфови стелепортироваться Но он точно пожалел, когда увидел, что стелепортировалось Но он не мог предположить, что крипы настолько Чимико покоцали Надо было разводить с Таффом Конечно, надо было разводить с Таффом, учитывая то, что у него Стаффа нет Ладно, крепится потихонечку И опять без ТП он выходит А там Акалит стоит, что ли, рядом с Экспандом? Опять он без телепорта уходит Да, Акалит стоит Можно идти разводить вообще Или 120 пойдет ловить? Он думает А, увидел Я не понимаю, почему он потормозил, но все равно сейчас будет Крипджек Молоток неплохой Телепорта тоже нет Может, минус лич? Ну как? Там есть кайлы, конечно Но это провокация Минус прист Че там выпало? Ну, большой бутылек жизни, как нужен Инвуль, инвуль, инвул Ооо, Шемида Неплохо Так надо возвращаться, наверное, МК, у него же еще пара к Просто можно было ДК сейчас забрать Сколько у него маны Нормально, есть маны, на два молотка Он мог спокойно сейчас подойти сзади и добить ДК Он так и делает, но поздновато Уже лечения побольше Так Добрый день, молоток Хороший зонинг, бутылек Ай, нет, конь, 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 конь Ну где молоток? Да, минус ДК Ну это понятно Нееет, у него был инвул Ой, ой Плохой совет от Михаила Да, мы здесь останемся, короче Да что ж ты не отвел-то Что он? Он недоконтролил ДК, блин Умик, что? Таких стратегий я... Что? Ладно, все равно проигрывает Чемика Я таких стратегий от 120-го не ожидал Как он недоконтролил ДК, что? Блочит ли Чем? Ему не хватило контроля, чтобы ДК довести со второй... Но, император недоволен игрой. Ну, вы понимаете, да, друзья? Чего, они закончили? Там минус АМ, минус СМК, есть проблемы, короче, у ЧМК. Вот, но... Как первая катка закончилась. Победы ЧМК неожиданны. Друзья, сегодня матчи первой группы, император играет завтра. Также начало ориентировочного, 10 часов утра. А сегодня у нас TH SOC 120 ЧМК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он не помнил про Энвулу, видимо, так же, как я. То есть, убить... Он вернулся для того, чтобы бить Деку. Все, это была отличная цель. У него было здоровье, у него была мана на 2-3 молотка. Вот, а если ты убиваешь Деку... Ты можешь, во-первых, еще забрать какого-нибудь другого героя. Ввиду отсутствия Койла. Ну и, конечно же, это сильный удар по Андеду просто. Ну что, решающая третья игра. ГЛХФ, ГЛХФ. ГЛХФ, ГЛХФ, ГЛХФ. БО-5. Что?! БО-3 же написано справа. Один пишет... БО-5. Другой пишет БО-5. Откуда вы взяли, что БО-5? Еще пишет такой БО-5. Просыпаемся. Да ладно. Было 5 воскресенья. Так, Аксель Лайф, да, у нас там? И... И Тлепш. Так, пока преды, но это просто пуля свистит. Сейчас посмотрим. Запомнили, на карандаш, короче. Да, Матон Кинг. Я не знаю, как вы, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы креативный Чаймика выиграл. Ну, любопытно, как в первой игре Матон Кинг из Инвиза, там, врывался, отбивался как мог. Так, 120-й, хорошо. Вторая групповая стадия, 4. И ты веришь всему, что написано? Серьезно? Так, поехали. Левел 1 и 2 не так хорошо, но левел 3 и вверх очень сильный. Пижамка сговорит, Мпу-5 будет только в плей-оффе. Ну что, собрались, собрались. Собрались. В отличие от прошлой карты, мы видим уже заготовочку под вышку, потому что 120-й... 120-й... Возможно, Чаймика просто не ожидал, что вообще 120-й будет харасит. Может, он вообще не харасит. Но... Толки-копейки стоит эта магическая вышка. Решает сразу проблемы со скелетами и с декой. От экспанда очень сложно от задуманного отказаться. Особенно, если ты МКУ берешь первым. Я не вижу ополченцев, может, еще не набрал. Нет, хотя лес уже есть, должны выбегать. Выбегают, кажется. Да, побежали. Огромное количество. С запасом взял. Да, там точка не такая простая, на самом деле. Акселев, поставили на карандаш. Не посадили, а поставили на карандаш. Сажает на другое, в других местах. Ну, короче... Молоток, хорошо, шикарно. Ну, сверху заблочи. Прекрасно. Став специально был куплен. Но сколько хп он потерял? Шикарный развод от Чаймика. Красиво. ДК не мог ближе подойти. Он боялся молотка. Ему надо было трехочковый закидывать. Даст 100 урона. Минус еще один рабочий. Ну, МК почти третий. А у ДК есть 25 хп. Два. Ладно, 50. Хорошо. Причем, это такая классика тоже. То есть, МК, который... У человека, который умеет хорошо окружать, это... Ну, почти всегда ты можешь поставить эксп. Было бы желание. Лечился футмен. Тут ДК тоже греется рядом с фонтаном жизни. Ох, вот... Ой, это очень важный момент, потому что... Блин, там чуть-чуть не хватает до третьего. Не-е-е-е... И... Хитрец какой. Не отдает скелет. В прошлой игре кормил скелетами, вот и... Не хочет. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Есть. Третья МК. Сапоги. Просветка. Что еще? Что еще ждет? Сапожки, кажется. О, увидел, увидел, увидел! Можно было ДК сейчас взять! Если бы МК был поближе, ё-моё! Да, персональный телепорт. У МК. Персональный на скелета. Красиво. Сюда же персональный должен на магическую вышку лететь тут же, от МК. Почему он тормозит? Зачем ты купил... Я не понимаю. То есть он мог на магическую вышку стелепортироваться, спокойно закинуть молоток. Либо он успел забыть про такую возможность. Либо ему прям вот в ближайшие там 20-30 секунд, сколько там КД. Очень нужна персоналочка. Там Т3 делается. Ну молоток, молоток! Зачем ты ждал? Став в этих вокалитах. Не, какая-то грязь идёт. Ну один вокалит умер, но минус 3 футменен. Или сколько он убил вокалитов? Раз, два... А, может, три от трёх вокалитов убил. Я не вижу просто. Вижу двоих только. Минус гулька ещё. Не, одного вокалита. Вон, четверо. Какой? И комментаторы говорят, надо ему отменять грейд. Что... Один запасной был окалит. Нет, очень странная сейчас была игра Чемика. Но, естественно, и нет у него счета 2. И с лесом проблемы. Думаем... В общем... Это... Ну, грейд тыкает, чего уже ресурсы есть. Ладно, хорошо. Смотрит, есть экспанд, нет экспанда. Крепится и тот, и другой. Но лич уже наполовину третий. Да, там четыре вышки на экспанде, и вот не так просто пробить. Телепорт, наверное, надо купить. Ботинки инвул, учат его, что касаются на руках. Светок взял, инвул взял. Да куда третьего не докачал ещё. Выигрывает время, всё правильно делает, чает. Идёт, типа, разводить на мэйн. Это хорошая тема. Не забывает о защите на мэйне. Причём делает это, видите, с отступом. Так видит, что в 120-й... А он оценил, видимо, количество вышек и понял, что ему рациональнее крепится. Вот мэйны прибегают на мэйн. МК молодец. МК... Соленова просто выигрывает тут время. Да-да-да, статуя потанковала. Дестройер. Вот это да, вот это контроль. Нажал кнопку. Да. Фотмэн и хорошо... О, минус... Серьёзно? А, он боялся, что... Минус 2 финда. Потому что он боялся. Да там есть инвул он уйдёт. Может, кстати, дирижаблю взять. Да какой трабл зоу? Он добегает... Блин, надо... Мне уже делали замечания, что я... Комментаторов... О, минус 1 околит. Минус 2 околит. А если мы ударили... Да, ударили, хорошо. Маны нет на минус 3. Надо телепортироваться отсюда. Или на дирижаблю улетать. Вообще, Чимико сейчас выровнял ситуацию просто замечательно. Обратите внимание. Ноль просто леса у 120-го. Ноль. С... Здесь всё прикрыто. И на мэне на экспанде. Три петухарни делаются. Это нормально. С МКО и... Масхавки или там... Масгрифоны нормально зайдут. Ооо, тут продолжается харас. Маны, правда, нет, но... У МКИ на молоток. Да, класс. Извините. Падает магическая вышка. Третья лич. Внутри вышки стоят пока нормально. Паладин второй. Класс. Ноу Бриллиант Саура. Кому? Кому Бриллиант Саура, блин? Он сделает? Хавков. Или Грифонов. Тут либо Бладмейдж, либо Паладин. Я думал, что Бладмейдж даже будет. Падают рабочие. Ему очень нужно достроить этого Паладина. Сейчас очень много тратят, конечно. В это время продолжается харас на... 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 Не продолжается харас. Короче, он на этого Паладина где-то человек восемь положил. Не знаю, может быть, было лучше Алтарь достроить на Экспанде сразу же. Овца облочит. Нет, надо сюда возвращаться, к сожалению. Да. Да, сдача рабочих была большой ошибкой. Они сейчас вот нужны и на добычу они нужны, и на починочке делает Хавков, пытается отрегенить Ману. Паладин выбегает довольно аркадно, на самом деле. Ново в Футмена. А зачем тебе Футмен вообще этот нужен? Ладно. ДК держится, у нее есть телепорт. Блин, Лавка нужна. Став нужно купить. Ману нужно купить. Ману купил. Пытается ДК... ДК штампануть. Да, кажется, не удастся. Не удастся все-таки Чемика вытащить эту игру. Да, 120-й. Выруливает. Жалко, жалко. Хороший был развод, но слишком серьезные потери. Слишком серьезные потери. На мейне. Куда ты полетел? Пишем ГГ, выходим, короче. Последнее сражение. Падает один. Хавк. А, там еще... Там полная мана у ДК. Что вы тут интригу создаете? Ману кинга из-за мана опять. Блин, без итем, без итем, без архмейда, без архмейда. Да. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Сейчас словит еще Грифона. Начнет подрезать. Клэп хороший. Но... Финк каким-то чудом нет. Не уходит, но зато падает Грифон. Ополченцы пытаются справиться. Выходит первый конь. Да, ну и с таким декой уже ничего не сделать. ГГ. Я вот не помню момент, когда Дэд пришел на мейн после замечательного харасса Чаймика. Был ли у Чаймика ТП? Вот это очень важный вопрос. Что если... Если был... Кажется, у него был. У него был и дирижабль, и ТП. И он должен был лететь домой. Хоть и остатками, хоть и битым МКО, и хоть... Не важно. Магазин был, время надо было выигрывать. Потому что... Ну, потому что нужно было. МТХ, Орсок, мы увидим его там. И Чаймика, победу в Юмин Миро, в матер-турнаменте, это 11%. Это не бодит хорошо. Это не бодит хорошо. Но он также был одноком 1-2-0. Продолжение следует... Расслабügen в Южном Аenciaอง Киеве. Lord ça毒ит в Южные эпидемииordo...